Водоспортивный комплекс «Косатка» и Центр детского и юношеского туризма и экскурсии города объединились и проводят комплексные занятия по привлечению детей к водному туризму. Более подробно смотрите в следующем материале. На протяжении всего лета на лодочной станции «Сандинка» города Амурска под председательством Смышляева Владимира Петровича автономно-некоммерческая организация «Водоспортивный комплекс «Косатка» и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Амурска проводят комплексные занятия в рамках работы профильного объединения Центра «Свежий ветер». Работа объединения уникальна тем, что к тренировкам привлечены не только дети, которые занимаются в этом объединении, но и их родители. Совместные занятия положительно влияют на взаимопонимание детей и родителей, укрепляют связь поколений и способствуют развитию семейного досуга на территории Амурского муниципального района. «Это объединение ВСК «Косатка», водно-спортивный клуб «Косатка», который именно занимается водным туризмом, и Центр туризма, где больше спелеологии, пеших походов, альпинизма. Базы, соответственно, разные у всех. У них плавсредства, у нас альпинистское снаряжение и все прочее. Когда работаем вместе, мы можем работать вместе. Мы с их снаряжением, они с нашим. Получается продуктивно, ну и детям нравится». Сегодня в программу работы объединения входит занятие на спортивных катамаранах, основы парусного спорта, основы правил поведения на воде, отработка навыков спасения утопающего, отработка навыков поведения во время внештатных ситуаций. Отдельное внимание во время обучения детей уделяется теоретическим знаниям и работе на суше. Дети знакомятся с основами туристической деятельности в парковой зоне города и прилегающей к ней территории. «Я, когда начинал с ними заниматься, проводил сначала на берегу, спас работы какие-то. Это можно проводить, первое, введение, скажем так, в предмет. А все остальное только на воде. Потому что объяснять на пальцах курсы, повороты паруса – это непрактично, это невозможно понять. И опять же, момент со спасработами. Очень важно, чтобы дети научились в воде это делать. То есть вот сейчас вы наблюдали процесс, когда у нас клянулся оптимист, дети знали, что делать, они работали совершенно спокойно, и они без меня бы смогли ситуацию разрулить. Поэтому только на воде. А вообще занятия делятся у нас обычно на 3-4 части. Сначала у нас небольшая теория, как вот сегодня мы изучали команды. Потом заходы по акватории лодочной с помощью буйков и так далее. Потом спасработы. Мы каждый день их пробуем, чтобы дети знали на зубок, как это делается». Совместная работа двух организаций дает большой вклад в развитие и популяризацию туристско-краеведческой деятельности на территории Амурского района. Это и обмен опытом, обмен знаний и, конечно же, материальная база, которая дополняет каждую организацию. Программы сетевого взаимодействия дают возможность расширить базу знаний в определенном направлении, как положительный опыт совместного сотрудничества Центра детско-юношеского туризма и экскурсий города Амурска и автономно-некоммерческой организации водно-спортивный комплекс «Косатка». «Отсюда не выгонишь. Приходится сильно выгонять, прям вот к концу занятия это нереально вытащить с воды. Детям очень нравится». «Ну, еще же помогают опять же гидрокостюмы, потому что они дают, сохраняют тепло, работают очень комфортно, безопасно, поэтому они с удовольствием сидят в воде, занимаются спасработами, ну и ходят под парусом. У нас есть рекордсмены, которые вот три дня назад у нас был очень сильный ветер, два дня назад, у нас есть рекордсмен Лиза, которая келевалась восемь раз. То есть она отойдет от берега, ее перевернет, она поставит плавсредство, луч ее опять сложит, и вот так восемь раз она все занятие бултыхалось. Так что я думаю, про энтуизиазм этим все и сказано». Направление деятельности совсем молодое для нашего района. И то, будет ли оно развиваться в наших руках. Водно-спортивный комплекс «Косатка» и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Амурска приглашает детей и родителей посетить тренировки и попробовать свои силы в новом направлении туристической деятельности.